когда выпила энергетика перед съемкой ну что девочки начинаем проверка лайфхаков от машки зум всем привет ребята с вами снова я и сегодня мы с вами на кухне а это значит что мы будем что-то готовить но это не точно и так я снова подобрала огромную супер новую подборку лайфхаков из тик сразу предупреждаю время очень позднее я выпила вот такую банку энергетика меня прет можно сказать тут готова тренировку вести но мой мозг не готов работать поэтому если что сразу извиняюсь ну и наверное сразу перейдем к первому лайфхаку вернее это будет можно сказать сразу два лайфхака в общем на одном аккаунте лайфхакера так сказать я нашла сразу же два лайфхака которые немного противоречат друг другу предлагаю их посмотреть чтобы вы понимали чё к чему вообще происходит сразу два смотрим сначала один потом второй надеюсь вы все видели все поняли и сами теперь знаете о чем здесь идет речь на первом лайфхаке показано то что мы должны засыпать кофе непосредственно в подсвечник и на втором лайфхаке сказано что мы должны засыпать кофе непосредственно в подсвечник но вот дальше начинается магия так сказать в первом варианте нам предлагают сразу сюда поместить свечу вот таким образом а во втором варианте нам предлагают поместить свечу уже без вот этого алюминия но не показывают как отсюда достать свечу а мы без лайфхаков ваших справились также на первом лайфхаке свечу которую не вынимали из этого корпуса посыпают сверху кофе очкам здесь свечу никто не посыпал и вот собственно говоря вопрос в чем разница и какая вообще из этих свечей будет действительно ароматизировать наше помещение мы сейчас с вами и узнаем у меня еще вот такой вот огонь поджигаем первую и поджигаем вторую свечу тут что-то как-то пламя плохо работает и воняет поленом кофе мы согласна но тут полезно когда-то помнится мы давненько проверяли похожий лайфхак он не был рабочим но поскольку я нашла сразу два лайфхака мне сразу интересно стало может быть сейчас как-то их модернизировали и здесь свеча погасла здесь пока что все горит но здесь ничего не будет происходить я думаю ровно до того момента когда свеча полностью расплавится то есть вот когда она начнет плавится возможно пойдет какой-то аромат но сейчас честно говоря кофе вообще не пахнет ну то есть пахнет конечно из банки а вот аромат какого-то не происходит если знаете какие-нибудь лайфхаки со свечами то не забудьте мне скинуть их в инстаграм потому что свечи мне действительно много поэтому с удовольствием проверил лучше какие-нибудь лайфхаки чтобы они принесли большую пользу нежели чем просто лежание на полке я сделаю следующим образом одну свечку поставлю здесь пускай она горит вторую свечку поставлю здесь пускай она тоже горит буду периодически во время съемки этого видео подходить и нюхать вообще есть какой-то аромат или нет кофейный здесь но по сути пока что этот лайфхак меня разочаровал ладно давайте сразу перейдем к следующему лайфхаку смотрим трубочки единорога за пару минут на раскатанный хлеб выкладываем маршмеллоу и аккуратненько сворачиваем вилкой закрепляем трубочки и жарим на слабом огне мы приготовили ну что девчули трубочки единорога у нас сейчас должны в итоге получиться я взяла вот такие вот маршмеллоу вот такую трубочку маршмеллоу ну и хлебушек у меня нету белого к сожалению воспользуемся вот таким нужно сначала отрезать корку она об этом не говорит но на видео видно то что коркина хлебе нету чпоньк чпонька что у меня 3 как-то не особо влазит и теперь закатываем она так умело все это скрепляет вилкой не знак у нет получается на час тоже попробую но у меня не так хорошо скрепилась ну ладно где она взяла такие маршмеллоу голубые чтобы действительно было похоже знаете на единорога так же закручиваем так вот чпоньк чпоньк мне вот такой вот метод скрепления нравится больше чем вот ее вот этой вот вилкой теперь давайте поближе к плите подойдем там у меня уже разогревается сковорода она говорит на медленном огне но нет он все шипело при этом ну ладно давайте жарить хочу хочу сейчас у оператора спросить он стоит непосредственно рядом с вот эти вот кофейным ароматизатором как вам пахнет нам нужно перевернуть нас тут все уже поджарилась выглядит аппетитно смотрите как такая хрустящая корочка я думаю нужно так крышкой прикрыть чтобы там маршмеллоу то все-таки расплавился пошел процессинг так давайте смотреть ну давайте смотреть вот здесь вроде расплавилась а вот тут что-то вообще как-то не очень пойдемте пробовать вот такой рогалик единорога получился и вот такой ну тут прикольно выглядит конечно давайте попробуем вообще вкусно это или нет это не плохо не могу сказать что-то право вкусно там или наоборот типа фу отвратительно ну такое типа приятное непонятно что с клубничной маршмеллоу прям очень вкусно мне понравилось думала будет вообще полная дичь ну второй раз я бы такое не сделала честно говоря а ради эксперимента сойдет на этом кулинарные лайфхаки у нас не заканчиваются я также нашла два идентичных лайфхака как приготовить по новому методу яйцо пашот предлагаю вам посмотреть сразу два чтобы было более понятно и мы уже перейдем к проверке смотри-ка круто приготовить яйца отделяем желток от белка белок и выливаем как он схватится размещаем сверху желток все аккуратненько сворачиваем конвертиком и немного поджариваем готова если ты так же как и я мучилась этим яйцом пашот насмотревшись крутых роликов но не могла приготовить сама ну все ведь намного проще у меня уже есть моя замечательная сковородка и у меня нету такой ложки с дырками как на одном из лайфхаков поэтому я буду сейчас просто отделять белок от желтка и собственно говоря попробуем такой метод приготовления яйца пашот сейчас аккуратненько выливаем белок пока я сюда уберу желток он у меня нафиг разлился и я молодец можно в принципе еще одно яйцо быстро принести яйцо 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 ну давай ну так и вот мы вот сюда что ли выливаем желток до яичница так тут все зафейлено было что-то как-то не срослось давайте попробуем еще раз возьмем сразу все яйца которые есть в холодильнике вот сразу берем вот столько и экспериментируем так как кажись и научимся жарить яйца пашот по-новому надеюсь десятка яиц не хватит чтобы научиться наливаем белок давай-давай-давай сливайся блин отливайся так белок уливайся я знаю какой у тебя ужин будет нужно три яйца точно твои так все главное сосредоточить мужчин с яйцами что-то не так так уже половина успеха теперь мы должны по идее быстро вот этот белок знаете максимально распространить по сковороде следующий этап мы должны желток четко по серединке булькнуть в наш белок господи идеально и теперь мы типа конвертик такой создаем так я думаю надо чтоб немного это прирумянил что внутри вообще же сырой до желток что давайте смотреть я думаю уже все сколько можно я уже знаете с обо это был мой завтрак вот по идее я это должна себе готовить на завтрак я сейчас с это поэтому я так спокойно если бы я была голодная я уже съела все эти яйца которые у меня ушли в неликвид все давайте смотреть выглядит классно теперь главный вопрос приготовился ли желток вердикт следующий яйцо конечно получилось вкусным мне оно безумно понравилось очень удобно такое яйцо действительно добавлять на тост это красиво выглядит это максимально инстаграммно но нужно принорвиться реально его готовить вот у меня с первого раза как вы видите ни хрена не получилось если вы тоже пробовали с лайфхак можете написать в комментариях получилось у вас сразу или нет но этим временем я предлагаю посмотреть вам следующий интереснейший лайфхак моя тарелка мы из скорлупки масло берем наливаем немножечко размазываем ты гадать будешь что ли прикольно слушай мне кажется я не признаю как развлекались несколько веков назад смотри смотри она ускоряется 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 ух нифига на настоящая торнадо я не верю вау что ты не веришь что-то интересно ну на попробуй ты как лайфхак зачетный для того чтобы проверить этот лайфхак нам нужно воспользоваться еще одним лайфхаком который мы все прекрасно знаем как сделать макфлури в домашних условиях потому что макфлури к сожалению до дома в целости и сохранности не доехал но доехал стаканчик сначала мы с вами сделаем макфлури у меня есть вот такая вот мороженка и вот такая вот мороженка то есть и там и там пломбир и тот и тот очень мягкий но я наверное возьму вот этот потому что он и так там что вообще уже ну вот все вот весь прям как масло расставил для того чтобы это было настоящее макфлури нужно добавить туда орео грубо говоря макфлури готово теперь переходим к самому лайфхаку чувак там добавил какой-то киткат или сникерс короче говоря какой-то шоколадный батончик сверху у меня из шоколада есть вот такой вот киндер макси и ммдэмс я вот думаю ммдэмс не так интересно будет добавлять а вот киндер макси очень похоже на шоколадку типа как у него киндер макси мне кажется вообще намотает намотает его размотать ну давайте я ммдэмс насыплю будет ярко смотрите как круто выглядит всю пачку нафигачила мне не жалко берем наш шуруповерт вот так вот одеваем вставляем туда и замешиваем мне конечно очень как-то стрёмно ложку пострадала немножко но хочу сказать и вам действительно все перемешалось пробовать будем? так как мы будем пробовать у нас ложки нет я там достану и поеду ваше здоровье чумачечи лайфхак серьезно вам говорю я не знаю зачем его придумали не знаю в какой ситуации вообще это пригодится типа когда у тебя в автомобиле вот у чувака в автомобиле был шуруповерт наверное он строитель или сборщик мебели из икея ну а на этом все желейные мишки в апельсине выкладываем мишек на сковородку поджариваем их добавляем воду и готовим до полного растворения в очищенные корочки апельсина добавляем нашу желейную смесь и даем остыть подписывайся мишки в апельсине но мои мишки были съедены поэтому у нас будет кока-кола в апельсине знаете я думала у нас завелся какой-то барабашка потому что у меня пропадают сладости я куплю сладости у меня их нет а потом оказывается барабашка это Денис он их все лопает я апельсины тоже все съел пришлось за апельсинами ехать сначала нам нужно разрезать апельсинчик она мне не показала как мне нужно доставить мякоть может ты знаешь я вот думаю только если вот так о ребята это успех ура я просто кулинарный гуру и пойдемте расплавлять нашу кока-колу добавляем все мармеладки которые есть когда они начнут плавиться нам придется добавить воду у меня уже здесь есть вода вот моя вода наконец-то процесс пошел можно вот так вот все помешать и теперь я думаю можно добавлять воды совсем немножко погнали выливать по-моему на два апельсина у меня этого не хватит у нее там медведей то было 10 штук на сковороде у нее хватило каким-то чудным образом на две половинки апельсина теперь ждем когда это все застынет застывать я думаю будет ну достаточно продолжительное время так что посмотрим на результат чуточку попозже а теперь дорогие друзья мне нужен лайфхак от вас как отмыть мармелад от сковороды мне это нужно знать очень сильно потому что мне кажется это будет нелегкая задача кто знает пожалуйста дайте мне знать именно там внизу вот там вот где красная кнопочка подписаться на которую вы уже надеюсь нажали она у вас уже серенькая там вот есть комментарии напишите мне туда пожалуйста обязательно маленькие упаковки чипсов чек я уже проверяла этот лайфхак но я снова на него наткнулась и мне очень захотелось его проверить еще раз ну и чипсиков поедим ммм чита сто лет не ела это нам не надо а вот это мы сейчас все с вами будем плавить в микроволновке ставим на пять секунд и убегаем магия произошла успешно что она у меня сгорела теперь давайте на доритес посмотрим пять секунд я даже буду рядышком ох ё-моё по-моему она скорючилась еще сильнее чем чита что как-то ее вообще не очень почему они у них такие классные получаются а у меня они вот такие вот погорелые вот сейчас она стала холодная потому что это еще теплая и она так круто смотрится мне нравится как будто знаете из какого-то фильма назад в будущее или назад в прошлое или вперед в настоящее последняя пачка от чипсов это лейс надеюсь она меня не подведет на три секунды поставь да я не могу на три секунды вытаскивай да ну а ты вытаскивай она не уменьшилась даже вот смотри что за пять секунд произошло она чуть-чуть уменьшилась а она вообще не уменьшилась это максимум думаешь ее ну да мне кажется она горит да она погорелая ну тоже такая забавная как вы думаете что можно с ними прикольно сделать мы сейчас с вами будем делать попкорн со вкусом бекона ребят со вкусом бекона просто вдумайтесь в это посмотрите как это сделать и возвращайтесь на мою замечательную кухню где творятся чудеса в первую очередь нам нужно с вами снова нагреть сковороду у нас какое-то видео сегодня посвящено сковороде и плите готовка чек у меня вот такой вот будет бекон он почти разморозился я думаю нужно добавить немного масла чтобы это масло напиталось ароматом бекона я уже здесь себе подготавливаю так сказать будущее блюдо для бекона все как у них сделала подготовила бумажные полотенца жду когда все идеально прожарится до золотистой корочки уф у нас все готово ребят перекладываем бекон в тарелку я уже подготовила специально попкорн высыпаем его сюда перемешиваем не аппетитно выглядит согласитесь там какие-то куски от бекона все это как будто обгорело но говорят будет вкусно и пахнет на самом деле вкусно реально беконом закрываем Два Один Раз Два Почему она всегда запотевает? Все, пошел процесс Твои ставки будут вкус бекона? Я думаю, будет вкус бекона, но будет очень жирно Настолько жирно, что это будет нереально есть Ты как думаешь? Ну да, на салфетку куда-то, да, их выложить Да, ну хочется на самом деле попробовать Потому что сколько мы с вами лайфхаков с попкорном проверяли Все они были, знаете, не очень удачными Это все в основном было сладкое, с какими-то конфетами, шоколадками и прочим-прочим-прочим Соленый попкорн мы сейчас с вами готовим впервые Я просто скрещиваю пальчики за то, чтобы он у нас получился и получился вкусным И этим лайфхаком можно было бы действительно пользоваться Ложу для нашего будущего попкорна Ох, ешкин, макарешкин Это прикинь там... Это было опасно Этот лайфхак идеальный для того, чтобы засрать всю вашу кухню Засрать камеру, засрать оператора, вас, собаку Как бы с этим, конечно, справились мы с вами удачно Вот такая вот огромная тарелка с попкорном получилась Если принюхаться, то пахнет сырым мясом Как бы когда жарят бекон, пахнет вкусно Но сейчас мне просто пахнет сырым мясом Это пахнет реально салом Это попкорн салом, да? Попкорн салом Идеальная закуска к борщу Вкусно Это лучший попкорн из тиктока, который мы пытались приготовить Он получился Вкус настоящего бекона Сало прям все такое жирное Кто любит все такое солененькое, с бекончиком Можно приготовить Можете порадовать своего папу, брата, мужика, мужа, парня А мужик откуда взялся? Сосед в гости зашел Можете накормить мужика любого, да? Если кто-то приготовит, напишите в комментариях, как у вас получилось Вкусно, невкусно И все такое Но мы идем дальше Вот только что узнали, как же уменьшить коробку из-под пиццы Если вы съели половину пиццы, половина осталась Собственно говоря, как уменьшить место для нее Что? Короче Сейчас у нас нету пиццы в коробке Ну, потому что мы ее съели Но давайте представим, что здесь половина пиццы И нам нужно ее убрать У чувака какая-то неведомая вообще коробка Я сейчас уже вижу, что она у меня не такая Она у меня немного уже сломалась Он говорит следующее Вот у вас есть такая коробка Ну, у меня она уже не такая И типа мы отрываем вот эту часть Но здесь у меня действительно есть вот такая вот линия По которой можно оторвать Давайте ее и оторвем У него вот по бокам даже что-то уже есть У нас такого нету У них специальная коробка Ну, может быть, из нашей неспециальной коробки тоже что-нибудь получится Поэтому давайте пробовать Придется самому это все придумывать Ну, так вырезать И тип складываем Вот надо вот так вообще было сделать И вообще не париться Смотрите, ребят, мы вот такие берем И закрываем И можем половину пиццы убрать в холодильник Таким образом нету этой огромной коробки И все круто Единственная ночь в такой вот У нас все еще продолжается сезон арбузов Сначала берем и режем вот так вот пополам Потом мне нужна лишь только одна половинка Оставляю вот эту половинку Нарезаем вот так вот сначала Потом переворачиваем И режем вот так Все, ребята, мы порезали Теперь берем самый серединный кусочек Один даем оператору Ну все, что, все Вот так нарезали классно Поставили на стол Да, типа все Это финиш Мне понравился лайфхак Ставлю ему огромный жирный плюс Поскольку у нас осталась еще одна половинка арбуза Предлагаю проверить еще один лайфхак Посмотрите его и будем проверять В принципе, он не сильно отличается от предыдущего Но в то же время он кардинально другой Сначала снимаем вот так вот жопку Теперь снимаем всю корку с арбуза Ну и нарезаем Все готово Ну на самом деле лайфхак-то крутой вообще Просто у меня идеально подходящей тарелки По размеру арбуза не было В отличие от этой девушки Я не знаю, что она подбирала Арбуз к тарелке Или тарелку к арбузу Но у нее прям все Тютелька в тютельку идеально было Определенно данный лайфхак Также получает огромный жирный плюс Галочку И Нобелевскую премию, конечно Я апельсины убрала в холодильник Потому что они стояли там Ну и как-то остывали очень медленно Минут 20 постояли И желешка была, ну такая, знаете, дергающаяся Поэтому я убрала в холодильник Сейчас посмотрим, что с ними произошло Они до сих пор немножко Ну давай разрезать будешь? Нет уже Да капец, они уже час стоят Сколько можно-то? И что с ними делать-то? Что это вообще? Девушка из тиктока Зачем мне это надо? Объясни мне, пожалуйста Пахнет, конечно, очень вкусно Апельсином Я обожаю апельсины Поэтому мне запах нравится Но какой-то посыл несет Ну не знаю Вот это вообще не за счет Прям полный отстой Лайфхак отстойный Теперь предлагаю перейти к нашим свечам Очень вкусно пахнет кофе Но только когда нюхаешь этот стаканчик Это свеча, которая, смотрите, была Без железной штучки Без алюминия Вся свеча, естественно, утекла сюда Теперь это выглядит вот так Тоже лайфхак, конечно, отстойный Ну я должна вам показать Что же у нас произошло с этой свечой Она, смотрите, вся растаяла Но при этом она не вытекла на кофе Я даже при желании могу это кофе попить потом Так же кофе мне пахнет То есть ничего не ароматизируется Ну что, друзья На этом проверка лайфхаков подошла к концу Знаете почему? Потому что я проверила, по-моему, 11 лайфхаков Или 10 Их было очень много Что-то было хорошим и полезным Что-то максимально отстойным Меня сейчас ждет огромная уборка на кухне Так что я очень надеюсь на то, что вы меня поддержите лайком Подпиской Поделитесь этим видео с друзьями Подписывайтесь на мой ТикТок На мой канал На мой Инстаграм На социальные сети моей собаки Подпишитесь вы на него Всем большое спасибо за просмотр Очень сильно любим Всем пока!